Игромания и LG Electronics устраивают инди-битву. Новый конкурс для начинающих разработчиков из России. Авторам лучшего инди-проекта достанется грант на целых 300 тысяч рублей. Так что если вы прямо сейчас делаете на коленке игру мечты, именно вас мы и ищем. Присылайте рассказ о своем проекте на devmania-sobaka-igromania.ru до 12 мая. Ссылка на образец оформления и подробные условия конкурса есть в описании. Как только мы отсмотрим все заявки, откроется голосование за лучшую работу. И именно от читателей Игромании зависит, кому из участников достанутся грант и призовой монитор от LG. А еще один монитор мы разыграем среди всех читателей, которые голосовали на сайте. Так что почаще заходите на страницу конкурса и следите за новостями. Игромания представляет итоги недели. Программу о самом главном, что произошло в игровой индустрии и культуре за минувшие 7 дней. Смотрите в этом выпуске. Когда Epic Games откажется от эксклюзивов? Чем занимаются Ninja Theory? Как разработчики будут исправлять Mortal Kombat 11? Обо всем этом и многом другом уже через несколько секунд. На прошлой неделе вышла Mortal Kombat 11. В основном все СМИ похвалили новый файтинг. Но некоторые обратили внимание на очень медленный прогресс в одиночных режимах, вроде классической башни и крипты. То же самое отметили игроки, которые получили ранний доступ к MK11. Вскоре после этого разработчики из студии NetherRealm провели стрим на своем официальном Twitch-канале, где рассказали, что знают о проблеме и уже работают над ее решением. По их словам, некоторые аспекты прогресса и баланса в игре можно исправить даже без патча. Они просто изменят определенные значения на сервере. Например, количество выпадающего золота. Авторы не уточнили, когда именно эти изменения вступят в силу, но заявили, что исправят проблему как можно скорее. На Reddit появился пост, в котором говорится о новом проекте Ninja Theory, авторов Hellblade Senua Sacrifice. Предположительно, представить его студия планируют в рамках конференции Microsoft на выставке E3. Работа над игрой ведется уже шесть лет, а ее релиз намечен на начало 2020-го на Xbox One и PC. Безымянный проект создается на движке Unreal, как и Hellblade, но должен оказаться намного динамичнее. Это будет сюжетная, научно-фантастическая игра с упором на кооператив и ближний бой. Герои смогут выбирать дополнительные орудия для вторичных атак — ружья, ловушки и лассо. Действие будет происходить в шести уникальных локациях, в каждой из которых по три уровня, а прохождение одного займет около полутора часов. В конце каждой зоны игроков ждет схватка с боссом, как в God of War. По описанию игра напоминает проект Razer, который так и не увидел свет. Если слухи верны, то возможно, что наработки по нему легли в основу новой игры. А удостовериться в их правдивости мы сможем 9 июня в 23.00 по московскому времени. Парадокс опубликовала новый ролик в Empire The Masquerade Bloodlines 2, где представила первый клан грядущей РПГ — слабокровных. В начале сюжетной линии нам предстоит выступить одним из этих второсортных вампиров, которых в местном обществе не очень-то любят. Они намного слабее полноценных упырей, которые принадлежат к более статусным кланам. Несмотря на свою непопулярность, в Сиэтле слабокровных принимают куда теплее, чем в других городах мира. Они даже могут проводить время с вампирами из высшего общества, однако к ним и тут относятся весьма снисходительно. Новички клана слабокровных смогут выбрать одну из трех дисциплин, которые откроют уникальные сверхъестественные умения. Рукокрылые могут контролировать летучих мышей и планировать с крыш. Адепты ментализма владеют левитацией и телекинезом, а туманники, как можно догадаться из названия, превращаются в туман. Выход в Empire The Masquerade Bloodlines 2 состоится в первом квартале 2020 года на PS4, Xbox One и PC. Epic Games перестанет заключать эксклюзивные сделки для своего магазина игр, когда Valve согласится на 12% сервисного сбора для всех разработчиков и издателей. Об этом заявил исполнительный директор компании, Тим Суини, отвечая на вопросы пользователей Твиттера. Он также сказал, что в этом случае Epic Games даже будет готова выпустить в Steam собственные игры. По мнению Суини, текущий сервисный сбор Valve в 30% стал главной проблемой для разработчиков и издателей PC-игр, а заключение эксклюзивных сделок — один из способов ее решить. Кроме того, глава Epic Games отметил, что корпорации Гейба Ньюэла придется не только сократить комиссию, но и не требовать от разработчиков серьезных обязательств. Например, игры должны иметь возможность использовать любые онлайновые системы для друзей и аккаунтов, а также свободно взаимодействовать с другими платформами. При этом магазин не должен облагать налогом доходы с них, а внутриигровые вещи, купленные на одной платформе, должны быть доступны и на всех других. По словам Суини, момент, когда Valve согласится на эти условия, станет одним из величайших в истории PC-индустрии и заметно повлияет на будущее других платформ. Магазины перестанут быть налоговой для разработчиков и снова станут удобным местом для поиска и покупки игр. В минувшие выходные, 27 и 28 апреля, прошел четвертый по счету StreamFest. В этом году фестиваль не только удвоил продолжительность, но и переехал на новую площадку – техноцентр Сколково. Там, как вы знаете, не только двигают науку, но и предоставляют огромную площадку для мероприятий, в которую как раз и уместился разросшийся ивент. Сам формат остался прежним. Всем стримерам предоставили по стримерскому месту с доступом к публике. Каждый мог вещать в свое удовольствие, параллельно общаясь с фанатами и знакомясь с коллегами, чтобы договориться о чем-нибудь совместном. Или прямо сразу это самое совместное и устроить. На StreamFest был, разумеется, и наш стенд вместе с компанией LG. Оттуда почти нон-стоп транслировались разговоры с гостями. С Нейл Киком, Николаем Губановым, Викой Картер и другими интересными личностями. С ними мы проводили конкурсы и разыгрывали среди наших зрителей монитор LG UltraGear 34UC89GB. А завершился StreamFest неожиданным казусом. За полчаса до закрытия второго дня изо всех громкоговорителей прозвучало требование немедленно покинуть помещение по независимым от организаторов причинам. Иначе говоря, объявили эвакуацию, и праздник закончился слегка досрочно. По расписанию не влезла церемония закрытия, где директор фестиваля Михаил Лисецкий собирался объявить, что StreamFest 2020 снова пройдет в Сколково 25 и 26 апреля. И более того, фестиваль обзаведется весомым дополнением – StreamFest Awards. Ну вот что ж, теперь вы об этом и знаете. Спасибо всем, кто навестил на StreamFest бригаду игромании, и поздравляем победителя конкурса! Продажи Farming Simulator 19 превысили 2 миллиона копий. Mortal Kombat 11 показала лучший старт в истории серии. Игра по мотивам комикса BlackSat выйдет 26 сентября. iSpeak Lodge выпустила свежую демо-версию нового Мора. Загрузить ее можно при подписке на новостную рассылку разработчиков. Layers of Fear 2 выйдет 28 мая. С момента выхода The Elder Scrolls V Skyrim в 2011 году игра обросла огромным количеством модификаций разного типа. Есть моды для графики, нового контента, миссий и так далее. А теперь появился и автопилот для протагониста. Enthusiast Physics Fish разработал модификацию SkyTrack, которая автоматизирует ряд монотонных игровых механик. К примеру, ее можно включить для ходьбы, езды верхом, следования за NPC и так далее. Есть даже функция автобоя. Иначе говоря, Skyrim играет сам в себя, хотя и не полностью. Логичный вопрос. Зачем это нужно? Ну, например, чтобы полюбоваться видами, записать стрим, послушать аудиокнигу или просто впитать атмосферу игры. На самом деле вариантов немало. Модификацию уже можно скачать. Доступны варианты SkyTrack для Old Dream и для Skyrim Special Edition. Важно отметить, что идея не нова, но в большинстве случаев реализовать такой автопилот попросту сложно. Physics Fish уже заявил, что планирует масштабное улучшение. Посмотрим, что получится в итоге. Игры From Software любят проходить на очень странных устройствах ввода. Например, на танцевальном коврике от Dance Dance Revolution или даже на обычном картофеле с подключенными проводами. Закаленные хардкорщики, конечно же, не обошли вниманием Sekiro Shadows Die Twice. Стример Этверкин Йоши смог пройти мартовскую новинку всего за 10 часов на Бонго от Данки Конга. Это, если что, ритмическая игра для Nintendo GameCube. За все время барабанщик 131 раз возродился и 31 раз умер на Ишине. На своем YouTube-канале он опубликовал напряженную битву с последним боссом. Вдобавок энтузиаст опубликовал схему управления, которую использовал на паре Бонго, подключенных к компьютеру через переходник. В каждом барабане по две кнопки, поэтому одна пара Бонго почти полностью использовалась для управления героем, а вторая — для боевых приемов. Камерой пришлось пожертвовать, ограничившись возможностью центровать ее или брать противника в прицел по нажатию. Примечательно, что недавно некоторые разработчики и игроки активно обсуждали надобность появления в Секера более доступного режима для тех, кто не может играть со столь высокой сложностью. Что ж, как видно, есть геймеры, для которых даже такой хардкор не более чем плацдарм для абсурдных рекордов. Старые консоли в качестве боевых роботов и другие диковинные фантазии Джеральда Горджа. Неплохой косплей по мотивам культовых могучих рейнджеров. Потрясающая трехмерная модель Черной Вдовы к премьере Мстителей. Лучший геральт Европы, косплеер Маул, перевоплотился в Скорпиона. Когда уже эти бестолочи научатся парковать космические корабли? Есть двери, которые лучше не открывать. Так же, как есть углы, за которые лучше не заглядывать. Истинному шиноби не обязательно видеть врага, чтобы с ним сражаться. Вот и все за эту неделю. Играйте только в лучшее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова